добрый день дорогие друзья у нас сегодня очередной выпуск программы смотрите кто пришел я ее ведущий журналист рустам вафин и в гостях у нас сегодня представители славного института химии имени бутлерова казанского федерального университета я сейчас представлю яхвара дмитрий григорьевич профессор доктор химических наук руководитель центра гомогенного катализа и сотрудники этого центра аспиранты айдар кучкаев и айрат кучкаев и сегодня мы с вами поговорим на тему зеленая химия зеленая химия что это такое и те разработки которые проводятся в вашем центре которые возможно скорее всего обеспечит будущее этой химии я сначала расскажу что как я понимаю что такое зеленая химия а потом вы как специалисты меня поправить и да ну на мой взгляд зеленая химия это в первую очередь разработка принципиально новых катализаторов катализаторов которые должны заменить использование которых внедрение применение разработка должны заменить существующие грязные энергоемкие дорогие технологии в химической промышленности по производству общем-то общеизвестных широко распространенных предметов химической промышленности так ли это ну на самом деле я бы хотел сказать что как бы это один из принципов зеленой химии их всего 12 вот сформулировано на настоящий момент вот и катализатор это действительно то есть один из путей получения экологически чистых продуктов путем какого-то химического взаимодействия вот химических реакций вот ну а так еще как бы эти принципы они включают кроме всего этого это ну самый основной это переход на экологически чистый вид энергии раз вот включают также создание новых так скажем атом экономных процессов которые приводят например взаимодействие вещества а плюс б с получением продукта без образования ну побочных каких-то соединений вот и также такие ну на создание процессов которые направлены на так скажем сохранение экологического состояния всей земли то есть минимальное количество выбросов и максимальной эффективности правильно я понимаю что после внедрения когда человечество перейдет на зеленую химию те гигантские заводы химические с очень вредным производством с периодическими выбросами с установками с высоким давлением которые для работы которых требуется средства иногда атомных станций да они просто будут не нужны и появятся какие-то другие совершенно новые предприятия которые будут выпускать те же удобрения пластик каучуки и масса масса всего того что подразумевает развитая химической промышленности но точнее вы это в идеале как бы что мы бы перешли на какие-то возобновляемые источники энергии создали бы какие-то процессы но которые бы позволяли нам полностью сохранить экологическую ситуацию но в то же время обеспечивали бы все потребности жизнедеятельности людей общества я так понимаю мы все равно движемся к этой цели да но сейчас этап когда это движение происходит в пробирках вот в том числе вот и я хочу сейчас вас спросить о тех самых интересных разработках которые ведутся в стенах казанского федерального университета в институте химии которые в будущем возможно вероятно заменят химические предприятия в том виде в котором мы их знаем вот ну то есть если вкратце да то есть нам как-то написать немножко да чем мы занимаемся конечно я нужно этих исследований спектр самых интересных самых перспективных тем я так понимаю у каждого из вас есть что сказать поэтому но в основном наш центр гомогенного катализа он сейчас является сектором новых каталитиновых металлоорганических катализаторов в рамках созданной лаборатории по материалам и технологиям в рамках приоритета 2030 это новая программа которая сейчас реализуется на базе казанского федерального университета вот и в своих исследованиях мы в основном разрабатываем то есть новые типы каталитических систем которые позволяют получать различные жизненно важные продукты либо какие-то производные которые являются полупродуктами промышленного синтеза то есть у нас развивается ряд различных направлений он был лаборатория изначально то есть была создана в рамках программы 5 топ 100 то есть которая закончилась в позапрошлом году вот и в рамках этого этой деятельности мы сейчас развили ряд направлений по которым мы проводим разработки новых катализаторов для различных типов промышленных процессов то есть это процесс олигомеризации полимеризации ненасыщенных соединений процессы там гидрирования дегидрирования процесс получения кремниевых материалов вот но на настоящий момент то есть в рамках программ приоритет 2030 была поставлена четкая задача когда мы должны были определить то есть наш приоритет и куда движет двигаться дальше в научном направлении и какой приоритет был выбран вот но в этом плане приоритет не то что был выбран нам он как бы есть общая тенденция развития на настоящий момент то есть как в рамках как раз вот зеленой химии то есть это водородные технологии вот поэтому мы сфокусировали свое внимание на разработке новых катализаторов для получения именно водорода на наш предварительной встречи мы с вами обсуждали и там зашла речь о том что случае успеха ваших разработок возможности их использования не просто пробирках а в промышленности будущего вполне возможно что в баке наших автомобилей будут заливаться не бензин обычная вода которая путем волшебного порошка придуманного вами будет разлагаться на водород и кислород с минимальным затратом энергии давать об этом подробно но здесь конечно то что вот вы обозначили это на самом деле это уже так скажем конечная цель нашего исследования когда мы действительно можем взять такой ну допустим там стакан воды или кружку добавить туда наш порошок и например провести облучение светом и получим то есть выделение водорода и кислорода который можно потом рекомбинировать загрузить двигатель двигатель будет работать но это конечно это идеальная вещь к чему мы стремимся можно сказать даже что если мы достигнем этого но можно и это будет действительно как бы например принято как бы оценено международным сообществом будет иметь практическое применение но на этом наверное можно уже заканчивать научную карьеру вот причем скорее всего на красных дорожках да ну конечно да но в данном случае мы находимся на самом начальном этапе этих исследований вот и мы нашли один но очень интересный материал вот который позволяет действительно катализировать вот такие процессы выделения водорода из воды вот это направление было традиционно ну как бы традиционно но для казанской химической школе школы оно было начато уже работают по этому направлению также в рамках научных разработок федерального исследовательского центра российской академии наук то есть совместно с казанским федеральным университетом вот и основано но на использовании элементного фосфора то есть в данном случае это одна из золотропных модификаций то есть это как вот ну если сравнить фосфор и углерод например мы же знаем там есть алмаз графит фосфоры и графен и так далее разные аллотропные модификации так и для фосфора существуют разные аллотропные модификации и вот но включая например красный фосфор белый фосфор и черный фосфор вот мы своих исследованиях в настоящий момент занялись разработкой новых катализаторов на основе черного фосфора как это работает да как это работает и в чем волшебство этого фосфора в отличие от всех других материалов что он позволяет но здесь я скажу такую как бы вещь как это работает настоящий момент это мы показали что это действительно может работать у нас есть предварительные эксперименты но если вот объяснить на пальцах просто вот для аудитории как это вот система работает то есть черный фосфор он представляет из себя как бы такую поверхность из атома фосфора ну типа графена вот она действительно является инертной вот если вы представите например гладь воды просто как озеро гласть и вы размещаете например пачку салфеток ну или там туалетной бумаги ну кто хорошо смачивается на расстоянии ну допустим два три сантиметра от поверхности воды вот в этом случае у вас происходит смачивание только если ну если в баром там и либо ветер сдувает то есть когда не происходит касание не происходит смачивание но если вы на расстоянии например там 5-10 метров бросаете камушек возникает волна возникает разные энергии у этой поверхности и эта волна задевает например этот пакет салфеток и он просто смачивается то есть получается как что мы каким-то воздействием находясь на периферии вот этого материала относительно субстрата то есть мы активируем эту поверхность то же самое происходит и с фосфореном если сама поверхность она является но относительно инертной вот этого ну поверхность фосфора черного фосфора то когда мы его функционализируем при введении каких-то химических ну фрагментов на края возникает определенная функция которая позволяет активировать эту поверхность вы бомбардируете какими-то элементами других но здесь мы так можно сказать что мы просто присоединяем определенные химические группы которые оказывают за счет каких-то электронных либо стерических эффектов то есть оказывают изменяют перераспределение плотности и способствует образованию активных центров на поверхности и вот эти активные центры они уже способны проявлять например активность в процессе разложения воды и ну например выделение водорода чтобы понятно наше было зрителям я сейчас тогда прошу вас немножко сказать о традиционных способов добычи водорода сети современных да и чем ваш способ отличается от них почему он перспективнее но я здесь сейчас как хочу сказать во первых мне не очень удобно что я только один выступаю потому что мы три гости я могу предоставить как бы слово одному из моих аспирантов это айдару кучка его он как раз занимается вот черным фосфор фосфором и он достаточно подробно проанализировал все ситуации получения водорода на настоящий момент который существует в мире в промышленности и в лабораторном прекрасно айдар вопросов ну да тут стоит такое отметить да действительно разработки водородных технологий водородного топлива это уже не не одно десятилетия проводятся данные разработки и все многие там задаются вопросом а заменит ли водород традиционное топливо то есть заменит ли он топлива нефтяного происхождения и на данный на данный момент вроде как водород если его просто вот смотреть как чисто вот молекул да действительно это та молекула которая может заменить традиционные источники энергии и у него очень большой потенциал для использования тем не менее вот если просмотреть основные способы его получения вот который на данный момент используется они включают себя в подавляющем большинстве больше 90 процентов в мире добываемого водорода производится по технологии которые используют природный газ то есть по сути водород получают из газа природного это это из метана ну и там легкие углеводороды которые тоже там ну попутного газа там или таких уж летучих соединений тоже а самый распространенный источник водорода вода на планете земля правильно понимаю из нее не добывают или из нее добыча настолько дорогая что в общем смысла нет ну пока дорогая пока дорогая да и на данный момент порядка четырех процентов производимого водорода получают методом электрохимического разложения воды ну в щелочной среде там вот так такие есть отдельные заводы отдельные примеры однако на данный момент довольно энергетически невыгодно такие процессы проводить но тем не менее это один из наиболее экологически чистых способов получения водорода на данный момент другими словами чтобы добыть у килоджоул энергии из водорода чтобы достать этого народа потратить два килоджоуля энергии чтобы его добыть правильно понимаю и плюс еще идет загрязнение окружающей среды потому что бесперспективный будь да ну на данный момент просто если рассматривать действительно водород как топливо для какого-то там автомобиля условного да то как будто бы наиболее эффективный ну если посмотреть просто вот как его получает этот водород и как будто бы тут какие-то новые этапы возникают ну например ну берем метан газ да и его потом при высокой температуре взаимодействуем с водой и там получается у нас и водород и в итоге как будто бы не легче ли для нас для обычных скажем так производителей автомобиля просто сделать как делают сейчас там то есть это просто сделать какой-то двигатель который будет работать на самом метане на заправке так и такие уже действительно есть ну как бы тоже говорят что это один из экологические более экологически чистых видов топлива на метане но тем не менее вот на водороде если получится сделать и если в автомобилях будущего действительно будут работать водородные двигатели то это это будет действительно прорывной технологии я считаю вот но для этого надо действительно получать водород именно каким-то способом который не будет затрагивать невозобновляемые источники энергии то есть это не невозобновляемое сырье это нефть и газ каменный уголь а вот именно добывать его из возобновляемых источников энергии из возобновляемых источников сырья например из воды с использованием экологически чистых видов энергии это например электричество это например солнечный свет и вот в таком если ключе это рассматривать то действительно это вот такое на технологии будущего вы знаете водородная революция они достаточно много говорят точнее просто достаточно много это не играет много я так понимаю единственная ключевая проблема сделать так чтобы добыча этого водорода или добычи было дешевле а может даже на порядок дешевле чем добыча метана нефти и любого другого углеводородного сырья ваш технологии идут к этому ну знаете я думаю что через много много десятилетий когда у нас закончится все сырье и тогда добыча нефтяного сырья и газа будет настолько дорогое что тогда уже надо бы задуматься об альтернативных источниках тоже деваться некуда будет и будут добывать водород том числе из воды а вода она существует ведь я поняла для чего если есть вода то есть жизнь а если нет воды то жизни нет жизни тоже нет да вот чем отличается предлагаемый вами способ добычи водорода производства водорода от тех способов которые существуют от электрического разложения воды как описали очень дорогостоящего и добычего из метана ваш способ который вы зарабатываете что что там что в чем он чем его интерес прелесть вдохновляющая суть ну наши подходы которые к получению водорода они основаны также на электрохимическом разложении воды однако на данный момент наиболее активные катализаторы для данного процесса они основаны на таких дорогостоящих элементах на дорогостоящих металлах как платина палладий там иридий и данные ну данные матери данные металлы они очень дорогие их потом как бы на них большого производства очень тяжело так как тут соорудить вот такого и поэтому нужны альтернативные источник альтернативные катализаторы которые были бы дешевле которые бы по активности не уступали бы к ну вот металлическим аналогом и при этом также еще и экологически с экологической точки зрения тоже были бы благоприятны для окружающей среды и наши наши подходы с использованием черного фосфора и именно направлен на то чтобы убрать металл из вот этого уравнения вот это дорогостоящие платиновые элементы и заменить их на наши материалы которые бы в будущем по стоимости были бы ниже и по эффективности были бы ну не уступали бы аналогом я здесь даже добавлю один момент что вот биоразлагаемость биоразлагаемость продуктов это тоже один из принципов зеленой химии вот о чем мы сейчас сегодня говорим я так понимаю таким катализатором основой его служит черный фосфор да ну наше это один из таких направлений как бы да есть ну достаточно много таких материалов но вот наша лаборатория всерьез занялась черным фосфором и мы пытаемся найти для наших материалов применение в различных каталитических процессах и вот в частности в электрохимическом разложении воды у него есть перспектива использования есть ну это во первых стоит отметить что это такой довольно новый материал поэтому он не сильно изучен еще и перспектива его использование очень большая и поэтому наши разработки они будут одними из первых которые там будут разрабатываться данном направлении что вы нахимичили с черным фосфором что он может так так себя вести вот в при этом процессе получения водорода ну айдар провел достаточно много таких экспериментов он ну конечно чтобы там нам начать этот весь процесс нам было необходимо проанализировать литературу какие методы вообще существуют на настоящий момент потому что любая задача научного исследования начинается с анализа литературных данных что до вас сделали другие ученые какие направления то есть перспективные какие направления не перспективные куда можно идти а куда например нежелательно идти хотя в принципе есть такая позиция что дилетант тоже сила и так скажем by chance по случайности тоже можно сделать определенные открытия вот в своих исследованиях мы определили что введение определенных заместителей к поверхности фосфорена приводит к изменению его электро электронных и каталитических свойств поэтому вот в работе айдара он сейчас как бы занимает своей диссертационной работой но кандидатской вот его задача профункционализировать то есть поверхность это фосфорена какими-то химическими соединениями и посмотреть его свойства в частности в как катализатор например в процессе выделения водорода из воды что он на настоящий момент есть неплохие заделы где мы показали что действительно когда мы функционализируем поверхность она становится более активная чем обычный фосфорен и на ней можно уже на настоящий момент действительно получать водород конечно пока она не конкурирует там с платинами другими там драгметаллами но по крайней мере что здесь уже катализатор в котором не присутствует метал это уже очень важно насколько фосфор в обычной жизни фосфор это спички это красный фосфор красный фосфор да белый фосфор единственное применение которое я понятно с очень дилетантской точки зрения знаю в военных деле да это очень опасное оружие запрещенное уже запрещенное ну да и что такое черный фосфор как его получают насколько он дешевле платины насколько его производство дешевле добычи ириде да вот вы говорили вот в чем его перспективность с точки зрения но просто рубля в конечном итоге я вы когда-то говорили что черный фосфор там три года назад грамм стоил 11 миллионов рублей да было такое по оси молдриджу по каталогам цена его была такая я так правильно понимаю что в лабораториях вашей лаборатории в вашем центре научились производить этот фосфор в общем-то не из спичек условно говоря но фактически получается как если сказать химическим языком то мы получаем настоящий момент черный фосфор из красного фосфора красный фосфор он является основным компонентом обычных спичек вот поэтому важность этого к цем холла в свое время собственно я так понимаю что если представить светлое наше будущее фильм кинза за где спичка была величайшей ценности на планете кинза да 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 и красный красный фосфор на головкой секрет раскрыт нас да 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 то есть большому что мы приближаемся к этой антиутопии в данном случае надеюсь будет утопия вот сколько сейчас стоит цена производства вот ваши то есть если к вам приду ребята дайте грамм черного фосфора я смогу продать за 11 миллионов на настоящий момент вряд ли уже вряд ли да потому что но многие компании многие научные группы они уже как бы эту тематику подхватили главное вот сейчас мы как раз находимся в голове кометы а не в хвосте то есть сейчас мы находимся именно на топе исследований вот этого материала то есть нового который основан на элементном фосфоре вот и настоящий момент очень много групп они прям вот ну по миру плодятся кто начинает как бы вот работать с этим черным фосфором и поэтому как бы но все занялись первое первое что чем все занялись это найти пути дешевого синтеза вот этого черного фосфора вот так как я уже говорил что он производится из красного фосфора который является вот но основным компонентом именно спичек вот мы тоже когда в процессе анализа литературы нашли определенные методики но они почему-то у нас там не очень хорошо работали вот поэтому как бы вот ребята там айдар и другие сотрудники они эту методику немножко модифицировали и более того я скажу то есть они собрали специальную печь своими руками вот которая позволяет распнести там ампулу и нагревать ее с разным градиентом температуры внутри что является важным потому что получение этого черного фосфора она как раз происходит из красного происходит его под апрель под действием определенных металлов которые находятся в ампуле в запаянной ампуле сублимация с образованием белого фосфора и белый фосфор уже определенным образом собирается в качестве черного но это достаточно сложный такой химический механизм вот но по крайней мере сейчас мы можем очень легко получать сами черный фосфор из красного и мы не нуждаемся как сказать таких коммерческих поставках этого материала вот это важно что мы можем для себя получать тот субстрат который мы исследование исследуем на основе которого мы создаем вот эти вот новые катализаторы именно получать сами в свои в своей лаборатории я могу сказать нашим зрителям что в казанском федеральном университете налажена экспериментальная установка по получению черного фосфора который еще недавно был чрезвычайно дорогостоящим материалом сейчас вы полностью сами себя снабжаете вот этой экспериментальной базой можно так сказать но я бы еще здесь добавил что эти работы у нас проводятся совместно с российской академии наук в рамках вот совместных работ и в рамках совместной лаборатории с федеральным исследовательским центром казанский научный центр вот и у нас есть вторая лаборатория в институте арбузова вот в которой мы также проводим определенные химические эксперименты вот которые в некоторых случаях сложно или невозможно провести здесь вот смотрите как интересно закольцовывается на казанская химическая школа если вы может меня поправить если ошибусь это первую очередь школа фосфорной химии или в значительной степени школа фосфорной химии разработки а со временами линии фосфора здесь идут почти сто лет условно говоря традиция фосфорная традиция и вдруг фосфор становится очень интересен всему мировому сообществу у нас уже школа есть плюс рядом соседние здания физики которые сейчас очень плотно занимаются разработкой технологии ну на самом деле хранение водорода до водородной тематикой вот емкости там же специально там же очень своеобразно этот продукт вещество и как-то все это сложилось вот в одной точке и эта точка вот ну университетский холм да мы что-то вот здесь это очень интересно посмотрим как у вас сработать мне кажется тут не забывает случайно вот такие вещи ну понятно и рациональное понимание случайность кстати вы говорили про случайность открытие вот возможности черного фосфора было случайным что-то такое что подтолкнуло расскажите вот про случайность очень интересно честно у нас и были эксперименты мы как бы воспроизводили те эксперименты по получению черного фосфора которые известны в литературе и у нас ну скажем так где-то со третьей попытки у нас получился да действительно вырастить кристалл черного фосфора на конце нашей ампулы и сейчас потом спустя какое-то время нам понадобился еще ну еще нам понадобилось еще синтезировать черный фосфор и мы хотели уже использовать нашу как будто опробованную методику однако она не приводила к получению черного фосфора и более того у нас наши ампулы частенько взрывались и мы начали думать а какие какое отличие того синтеза и вот этого и на самом деле я сейчас сам затрудняюсь ответить что же тогда постигло к получению черного фосфора успешному и потому что последующие эксперименты которые вроде бы точно такие же они приводили взрыву ампулы и по мне вот действительно в тот раз это какая-то дикая случайность которая произошла то есть какие-то определенные не знаю там невероятные силы сошлись звезды сошлись и они сошлись именно вот в нашей этой разработанной печи и привели к получению черного фосфора однако ну затем мы уже решили пересмотреть нашу методику взрывались наши ампулы именно из-за того что у нас слишком много было исходного реагента красного фосфора который мы нагревали до 700 градусов там образуются газообразные продукты и они очень сильно очень большое давление оказывали на именно на ампулу и уменьшив в два раза и массу реагента мы смогли уже хорошо довольно безопасно получать наш черный фосфор да действительно ну количество сейчас они уменьшены продукты но зато уже стабильно получаем черный фосфор на данный момент порядка 25 синтезов черного фосфора мы провели и уже можно действительно сказать что у нас методика получения черного фосфора налажен правильно понимаю что те мировые лаборатории которые тоже изучают черный фосфор и возможности этого материала у этого вещества их использование которые работают по тем методичкам которые вы к своими начинали они там периодически взрывается тоже если честно первый раз когда мы получали там ничего такого не написано было и довольно страшная ситуация возникла да потому что ну если уж так посмотреть там действительно фосфора там немного то есть там полграмма фосфора это принципе при 700 градусов сгорит просто за секунду и ты даже не успеешь там ничего почувствовать однако взрыв такой был что как будто бы какая-то довольно большая петарда там прям хлопнула особенно когда работаешь какой-то тишине и тут внезапно какие-то такие случаются хлопки очень довольно тревожные ситуации но стрессовая да и потом после этого я боялся некоторые вещи подходить там делать там которые просто по лабораториям делали я чё-то чисто психолог чисто психологически у меня какие-то стрессовые ситуации возникали и может быть они как-то вот по-другому смотришь просто на свою работу и пытаешься все сделать так чтобы у тебя было максимально все безопасно далекая перспектива получения водорода промышленных объемов при помощи фосфора да вот черного фосфора есть другие разработки связаны с этим материалом которые возможно может более близкое применение возможно сейчас используется да или и вот давайте над тем поговорим что сейчас интересно есть вот с этим материалом именно с черным фосфором я могу сказать давайте сейчас мы закончим черный фосфор и перейдем да 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 но айдар вот еще тоже он как бы сейчас прокомментирует что как бы получение водорода из воды это одно из наши направлений одно из применения этого черного фосфора то есть как катализатора то что мы разрабатываем вот с другой стороны у нас есть еще ряд других направлений которые связаны тоже с каталитической активностью вот производных такого черного фосфора но немножко в других процессов поэтому я вот предоставлю слову как бы айдару и он сейчас объяснит что в чем заключается как бы еще другие моменты связаны как раз вот с каталитической активностью этого материала да и ну да на самом деле даже катализатор на основе на основе черного фосфора это тоже одно из направлений использования данного материала и среди катализа да мы уже поговорили о реакции выделения водорода также есть не менее я считаю важные процессы которых черный фосфор может быть успешно использован это процесс например это процесс восстановления азота н2 который в воздухе с получением аммиака ну аммиак это вот такой один из наверное важнейших продуктов промышленности на данный момент потому что он используется в получении различных удобрений а также во многих других областях промышленности и ежегодно аммиак производят в каких-то огромных количествах действительно очень важный продукт и на данный момент основная методика получения аммиака основана она на также использование молекулярного азота н2 и водорода однако при очень высоких температурах давлениях и и ну с использованием катализатора там на основе железа данный процесс очень энергозатратный на данный момент в мире затрачивается порядка от 1 до 2 процентов всего производить всей производимой энергии именно затрачивается на процесс получения аммиака и ну просто мир нуждается в новых альтернативных способах получения аммиака и одним из таких вот направлений является электрохимическая и фотохимическая в том числе и восстановление аммиака восстановление восстановление азота с получением аммиака и действительно на основе черного фосфора есть уже такие разработки черный фосфор очень активен в электро и фотохимическом получении аммиака и в том числе и нашей лаборатории мы хотим развить эту тематику чтобы разработать новые каталитические системы для получения аммиака у вас уже в пробирках аммиак производится нет мы это у нас пока все заложено в будущие проекты мы уже как бы ну на данный момент мы оформили заявку в РНФ российский научный фонд и если будет при благоприятном сечении обстоятельств если поддержат нашу заявку мы обязательно займемся этим направлением правильно я понимаю что использование черного фосфора в катализаторах по производству аммиака они позволят отказаться от высокотемпературного энергоемкого производства которое существует сейчас то есть вы можете производить аммиак в комнатной температуре в атмосферном давлении ну или близком примерно так то есть и гигантские колонны установки которые сейчас используют они просто уйдут металлолом ну да я думаю так в идеале в идеале если у нас получится ну не у нас это я про нас говорю как про весь мир мировое сообщество мирового научного сообщества если получится разработать такие технологии которые позволят например электрохимически восстанавливать азот до аммиака то и сделать это именно в таких промышленных масштабах чтобы у нас получение аммиака было очень высоким то есть производство аммиака не уменьшилось при этом и при этом еще с экологической точки зрения было бы все оптимально то тогда действительно просто будет нерентабельно использовать существующие сейчас заводы и все перейдут рано или поздно перейдут на именно такие технологии это же очевидно да в мире наверняка занимаются попытки такие делают в лабораториях пока на уровне лаборатории пока на уровне каких-то опытных производств чем отличается ваш подход от подхода того что вы знаете в мире ну мировые подходы если посмотреть чисто по черному фосфору то на самом деле по реакции восстановления азота с получением аммиака они очень новые все это направление очень новое и все разработки буквально их можно там на пальцах нескольких рук посчитать и стоит отметить что первые работы в этом направлении были получены были проведены в 2018 году то есть прошло еще меньше четырех лет поэтому это действительно одно из таких передовых направлений в этой области и первые эксперименты показали действительно что черный фосфор именно если посмотреть на таблицу Менделеева можем сказать что фосфор находится прямо под азотом и близость фосфора и азота вот в этом ряду она как бы обуславливает и высокую активность высокое сродство азота к фосфору и поэтому он легко может активироваться взаимодействовать с фосфором и активироваться и уже восстанавливаться до аммиака и первые эксперименты которые были получены они действительно показали высокую активность черного фосфора в процессе как фотохимического получения аммиака так и электрокаталитического процесса восстановления азота а вот аммиак из него удобрения аммиачные удобрения селитры и прочие вещи которые обеспечивают человечеству продовольственную безопасность сейчас если убрать аммиак и те производные удобрения которые половина селения просто вымрет в течение года в большом насчете из аграрного цикла убрать а современный аммиак азот из которого делается аммиак он добывается как выделяется как синтезируется как расщепляется азота очень много в воздухе как и воды на самом деле самые такие что интересно ваши разработки связаны азота из воздуха прямо то есть качаешь в воздухе на выходе ты ставишь катализатор и на выходе у тебя мешки ну условно не мешки аммиак газ может он в растворе будет как этот гидроксид аммония поэтому тут по разному можно быть но по идее в качестве исходного действительно является атмосферный азот ну это на самом деле не такая уж большая сложная задача выделить азот из воздуха поэтому и в промышленности также используются именно такие как бы установки которые разделяют воздух на составляющие то есть на азот на кислород то есть сложность состоит в том чтобы азот превратил аммиак да это вот наибольшая сложность именно чтобы разорвать именно тройную связь нн вот это вот активация и вы уже знаете как это разорвать с помощью ваших катализаторов мы пытаемся это сделать и примерные наметки есть в этом плане я последний вопрос по черному фосфору еще задам просто он меня прямо зудит спросите вас вот когда вы вам предлагали за 11 миллионов грамм этого черного фосфора три года назад да сейчас у вас есть ну я не считаю сколько там в граммах оно видимо уходит но тем не менее у вас есть налаженное производство опытного черного фосфора в России вообще где-то есть такое производство нету в мире насколько нам известно в мире только на лабораторном уровне но у вас тоже лабораторный уровень по сути но в мире я знаю которые люди работают уже группы к вам ходят с протянутой рукой дайте нам грамм а пока никто не знает его свойства то есть это настолько настолько как бы я даже не знаю как сказать неизвестные он пока для так скажем обычного обывателя он не представляет такой ценности для других лабораторий потому что ну другие лаборатории каждый занимается своим направлением и вот наверное одни из первых вот в России начали вот именно разработки с черным фосфором вот поэтому мы действительно вот пытаемся что-то сделать на его основе на настоящий момент но пока я не знаю чтобы какие-то группы еще вот ну в российской федерации работали тоже вот с этим материалом естественно что мы когда покажем вот в открытой печати там опубликуем либо запатентуем какие-то вещи наверняка интерес еще больше проснется и люди начнут как бы исследовать этот материал тогда скорее всего да пойдут вот а когда такие публикации планируются куда вы ждете ну мы уже выпустили несколько несколько публикаций по этой тематике у нас есть очень хороший обзор как раз вот по черному фосфору в журнале энергетический материал ну это Energy Materials он ну иностранный журнал вот там мы показали действительно где черный фосфор может применяться какая его каталитическая активность в каких процессах он работает ну просто как бы сделали такое овервью то есть где можно его использовать то есть ребят вот хотите вот мы сегодня как говорил там Генри Форд он говорил что вот мы можем вам сделать машину любого цвета но сегодня у нас черные мы также можем сказать что на основе черного фосфора мы можем сделать любой катализатор но сегодня мы занимаемся выделением водорода из воды вот то есть такая вот аналогия кто то например вот мы в рамках проекта если у нас действительно будет поддержан проект Российским научным фондом. У нас есть идея разработки катализаторов для получения аммиака. Создание катализаторов на основе фосфора, черного фосфора, в частности, резко снизит потребность человечества в платине, в иридии, в никеле, то есть тех основ катализаторов, которые существуют сейчас. Да, в данном случае мы сможем полностью избавиться от металлов, потому что мы имеем катализатор, который не содержит металла. И это полностью биоразлагаемый катализатор. То есть даже при попадании этого производного черного фосфора в атмосферу, он просто будет окисляться до фосфатов, а фосфаты – это также необходимые компоненты и вещества для роста растений. Это чисто экологическая среда, и даже этот катализатор, он не будет загрязнять окружающую среду. Более того, я вот скажу, что была такая тенденция где-то лет 10, даже, наверное, больше 20-30 назад, когда все переходили на водорастворимые катализаторы. То есть пытались сделать промышленные процессы при использовании воды в качестве растворителя. Но там была проблема какая? Что если этот катализатор, не дай бог, попадет в атмосферу, и он водорастворимый, он просто распределится по всему земному шару, и что будет происходить вообще с природой – непонятно. Поэтому здесь тоже палка о двух концах. Нужно аккуратно. Если мы работаем в органическом растворителе, он, естественно, с водой не смешивается. И катализатор, попадая, например, в окружающую среду, он не будет распространяться в воде. Он просто где-то, ну, постепенно там деградирует под действием микроорганизмов. Вот. А в нашем, ну, как бы, в случае именно фосфорена, то, что мы используем, то, что он не содержит металла, получается, что этот катализатор, он еще, ну, можно его назвать экологически чистым. То есть, с одной стороны, вы, на выходе фабрики будущего будет аммиак, азотное удобрение, с другой стороны, на выходе фосфатное удобрение в виде использованных катализаторов. Я правильно понимаю? Ну, грубо. Для нас, для химиков, наверное, важно не то, что там на выходе будет наш катализатор разлагаться или еще что-то. То есть, любой, как бы, химик, любой каталитик при создании катализатора, он оценивает его стабильность. То есть, этот катализатор должен быть стабильным. И если, например, мы говорим, ну, в данном случае о получении водорода из воды, то есть, так скажем, если мы установим прямо на автомобиле, то есть, этот генератор водорода, где мы заливаем воду в присутствии этого катализатора, под действием света там или какого-то воздействия у нас вырабатывается водород, кислород, который запускает двигатель, ну, за счет сжигания. Вот. И этот катализатор, в принципе, вот, в идеале, он должен, например, служить, ну, так скажем, на 1 миллион километров пробега автомобиля. И размером он будет. Ну, в идеале, с обычный аккумулятор, который сейчас вот используется в автомобилях. Я вот очень вас спрошу, я не знаю, когда или как, но если вы вдруг с кооперацией с нашими механиками, инженерами, физиками, которые разрабатывают там емкости, баки будущего водородного, да, соберете... Машинку. Машинку, да. Вот она размером, там, я не знаю, с картинг какой, может, меньше, да. И она проедет от нашей студии от одного угла до другого угла, да, и мы это покажем. Ну, как братьев Райт самолет, да, он пролетел там несколько десятков метров. Ну, это все. После этого весь мир загорелся небом, да, и через 10 лет они уже несли бомбы, а через 20 лет пассажиры, в первых. Вот. И, возможно, такая машинка, ну, конечно, если мы покажем, понятно, что она будет еще очень примитивной, понятно, но сам факт, вот, вот она, зацикленная работа, по сути, очень близко к вечному двигателю. Что такое миллион километров, аккумулятор, да, размером. Так, черный фосфор, его перспективы, мы к нему когда-нибудь вернемся еще. Я так понимаю, что каждая ваша публикация, каждое ваше там движение вполне достойно освещения. У нас есть еще представитель, у нас есть Айдар, который занимается белым. Айрат. Айрат. Да. У нас есть Айрат, который занимается белым фосфором. Да. Ну, они как братья-близнецы, должны же быть контрастом. Да. Один черным, другой белым. Да, вы, кстати, вот даже переоделись неправильно. Неправильно переоделись, я, по-моему, подводите. Да, давайте. Белый фосфор. Я знаю только, что белый фосфор используется в военном деле и очень такое, ну, запрещенное уже химическое. Что сейчас в мирных целях? Да, действительно, белый фосфор когда-то использовался в военных целях. Это, ну, это исходит из того, что он горит на воздухе. То есть он не очень стабильный по отношению к воздуху, не очень стабильное вещество на воздухе. Вот. Но вообще, если смотреть элемент фосфора, он играет очень важную роль во многих… Ну, он нас окружает со всех сторон, можно сказать. То есть он, будучи макроэлементом, играет очень важную роль в организме, в том числе организме человека. То есть он там входит в состав фосфолипидов, ДНК, аденозин-трифосфата. То есть таких прям важных… Играет очень важную роль в организме человека. Ну, и промышленные применения фосфора также очень различны, начиная от фосфорных удобрений, заканчивая, допустим, моющими средствами или инсектицидами. Также важно отметить вот фосфороорганические соединения. Они играют очень большую роль в фармацевтической промышленности, то есть компонентах лекарств. И химической промышленности, как компоненты катализаторов. Основанных на металле. Да, основанных на металлах. Основным источником этих промышленных соединений фосфора является белый фосфор. Это наиболее активная аллотропная модификация элементного фосфора. Она состоит из четырех атомов фосфора, которые представляют собой геометрическую фигуру, как детрайдер, то есть по углам детрайдера расположены атомы фосфора. И основным путем применения... То есть этот белый фосфор получается в многотоннажных количествах ежегодно из природного минерала, называемого апатит, основу которого составляет фосфат кальция. То есть при восстановлении фосфата кальция, довольно энергозатратным, на выходе получают белый фосфор, который дальше используется. Либо реокисление фосфора, то есть заново окисляется до фосфатов, уже чистых фосфатов, которых можно использовать в качестве, например, удобрений. Но и значительная часть уходит на получение фосфорорганических соединений. Где-то около 18% всего добываемого белого фосфора уходит именно на этот процесс. И который, как правило, начинается с экологически неблагоприятной стадии хлорирования белого фосфора. То есть П4, белый фосфор, взаимодействует с газообразным хлором, образуя 3-хлорид фосфора, то есть П-хлор-3, который дальше уже можно функционализировать различными либо металлоорганическими, либо галогенорганическими субстратами и получать на выходе именно целевой фосфорорганический продукт. Твой научный интерес? Мой научный интерес заключается в том, чтобы избавиться от вот этой неблагоприятной стадии хлорирования. То есть я правильно понимаю, что вот это хлорирование сырья фосфорного требуется, это чрезвычайно вредный процесс, который, в общем-то, можно, значит, проиллюстрировать. Проиллюстрировать иначе мне будет. Почему он такой ужасный? Почему требуется усилие науки, чтобы исключить этот процесс? Ну, допустим, вот мы проводим, когда вот хлорирование его, во-первых, мы используем хлор-2. Но не мы там, промышленность использует хлор. То есть это получается газообразный хлор, который во времена Первой мировой войны тоже использовался в качестве отравляющего газа. То есть первое, сам компонент опасный, хлор-2. Сам П-4 тоже опасный, он возгорается, образует при взаимодействии с хлор-2 различные производные. То есть в качестве там целевого продукта, П-хлор-3 это целевой продукт, но образуется там П-хлор-5. Различные оксохлориды фосфора, которые являются чрезвычайно токсичными. В ходе дальнейшего производства, когда мы имеем П-хлор-связь и взаимодействие с органическими там субстратами, чтобы получить фосфор органико, выделяется огромное количество хлороводорода. Хлороводород мы знаем, это кислота. Если пары попадают куда-то там в железные реакторы, еще там идет бешеная коррозия. Нужно постоянно проводить смену там вот реакторов, всяких различных установок. То есть и плюс еще это оказывает очень большое влияние на людей, на здоровье людей, которые именно вот задействованы в этом процессе. Потому что, ну, как правило, даже при соблюдении техники безопасности, вот эти вот фосфорные производные, они очень едкие, они очень сильно влияют на здоровье. Поэтому здесь как бы избавление вот от этой стадии хлорирования и использование каких-то альтернативных путей, оно является действительно очень актуальным на настоящий момент. Потому что сегодня потребность там фосфорорганических производных, которые используются там, вот как уже Айрат говорил, в качестве компонентов различных катализаторов, промышленных катализаторов, в качестве биологически активных производных, в качестве добавок в различные пластики, полимеры. Зачем это нужно? Некоторые вот фосфорные производные, они используются как антиперы, чтобы избежать, например, пожара, придать пластику или какому-то материалу негорючесть. То есть они гасят, например, вот это вот горение. Поэтому здесь, опять же, речь идет в целом о безопасности и о здоровье людей. Если мы направлены действительно на получение каких-то разработок, либо там веществ, компонентов, которые улучшают жизнь, мы обязаны и при получении этих веществ также учитывать вот этот вот человеческий фактор, учитывать экологический фактор, учитывать фактор социальный и вообще как бы тоже, ну, заботить. Ну, как говорится, вот это один из основных принципов зеленой химии, о чем мы сегодня как бы и хотели сказать. Айдар, а что ты нашел... Айрат. Айрат, да. Айрат, а что ты нашел в своих разработках, что позволит исключить вот этот сложный и очень вредный и дорогостоящий химический процесс современный? Я бы, как сказал, давайте более общий такой вот вопрос. То есть у нас можно разделить химию на прикладную и фундаментальную. И перед нами стоит довольно важная прикладная задача, то есть избавиться от промышленных... то есть внедрить промышленность какой-то альтернативный путь получения фосфоорганических соединений. Но без значительных фундаментальных разработок решить эту проблему будет невозможно. Просто как вот тыкать пальцем в небо. То есть у нас основная наука по химии белого фосфора направлена на изучение фундаментальных основ реакционных способностей комплексов металлов по отношению к белому фосфору. И для моем случае я использовал в своих исследованиях комплексы кобальта, как наиболее такие доступные и, что важно, селективные по отношению к белому фосфору. То есть селективные это означает, что у нас высокая конверсия белого фосфора происходит, и у нас нет побочных процессов, побочных веществ, которые нежелательны в нашем процессе. То есть в идеале нужно найти такой катализатор, можно сказать, который перерабатывает белый фосфор с образованием фосфорорганических соединений. В моем случае я использовал кобальт и показал, что у нас в координационной сфере металла происходит, то есть у нас вот если тетраэдер белого фосфора представить как визуально, он вот раскрывается в цепочку, разрываются некоторые связи фосфор-фосфор, тоже важный момент, потому что фосфорорганические соединения в основном используют только один атом, допустим, фосфора. У нас получается раскрытие этого тетраэдера в цепочку и дальнейшая функционализация, мы тоже вот показали, что возможно дальнейшая функционализация именно вот этого активированного белого фосфора в координационной сфере кобальта, и тоже с достаточно высоким выходом и достаточно высокой эффективностью в этом процессе. То есть вы придумали катализатор на основе кобальта, ну или разрабатываете катализатор на основе кобальта, который исключает использование хлора при производстве продуктов из белого фосфора, которые находятся в самом широком применении во все практически сфере жизнедеятельности человека. У нас цель как бы достичь каталитической конверсии белого фосфора, но если посмотреть на общую тенденцию химии белого фосфора, то можно заметить, что любое... Так, можно заметить, что любой пример активации белого фосфора в координационной сфере переходных металлов является сейчас актуальной темой, и это свидетельствует о высоких рейтинговых журналах, в которых публикуются эти исследования. И цель даже не в том, чтобы найти катализатор, допустим, а если маленькими шагами идти к этой цели, то у нас сейчас важно понять реакционную способность белого фосфора и смочь предвидеть его конверсию в координационной сфере металла. Если ваши разработки... Да, может, я добавлю здесь немножко вот такую информацию, что, например, вот, как правило, вещества, когда они образуют так называемые аллотропные модификации, то есть это одинаковые атомы, но они выстраиваются в разные структуры. То есть мы все знаем, например, вот жидкость, вода, да, обычно, лед, у льда своя структура, поэтому и баночка лопается, да, когда она, ну, школьный опыт, да. А за счет чего она расширяется? Вроде бы она должна, ну, как бы, сжаться наоборот. А вот за счет возникновения как раз этих структур и вот пустот получается, что объем увеличивается. Вот это как бы, ну, замерзание льда. С фосфором тоже самое идет процесс. И даже когда мы говорили вот о черном фосфоре, когда мы его получаем из красного, красный, под действием определенных металлов, которые находятся также в ампуле, да, он переходит сначала в белый. Правильно ведь? И этот белый фосфор уже, который представляет из себя как раз вот такую пирамидку, как тетраэдер, он уже рекомбинирует и складывается в определенные структуры, которые представляют из собой черный фосфор. Вот. И теперь, как его сложить в этот черный фосфор, и что будет с тетраэдером, как раскрыть? Одну связь, две связи, три связи. Это как змейка, вот была же раньше, как бы, такая, ну, вот головоломка. Можно из нее собрать, например, раз, тетраэдер, а потом вот потихонечку так-так-так-такую фигурку сделать. И вот как происходит раскрытие этого тетраэдера, там получается раз, два, три, четыре, пять, шесть связей ПП. Можно ли открыть одну связь? Можно ли раскрыть две связи, три? То есть мы берем этот тетраэдер как конвертик и начинаем его потихонечку вот так вот раскрывать. И вот задача исследования Айрата в его исследовании, чтобы именно понять механизм раскрытия. То есть что мы можем взять молекулу на молекулярном уровне и потихонечку ей раскрывать связи. Что нас здесь спасает? Зачем нам нужен металл? Потому что вот самые атомы фосфора, они имеют, ну, если химическим языком выражаться, неподеленную электронную пару и способны образовать комплексы. Ну, то есть связываться с металлом. Тут же слипаться. Да. Поэтому мы берем шарик металла и белый фосфор, налепляем на него одним атомом, раскрыли одну связь, вторую. И для каждого этого вот интермедиата, для каждой этой молекулы у нас есть ее фотография. Но в каком плане это специальный метод рентгеноструктурного анализа, где мы как раз вот видим именно структуру получившейся молекулы. И в зависимости от того, что мы дополнительно цепляем к металлу, изменяя его реакционную способность, у нас изменяется как раз и вот, ну, как происходит раскрытие либо одной, двух, трех, четырех. В итоге мы из тетрайдера получаем просто цепочку. А когда мы получили цепочку, ее намного легче функционализировать, потому что в известных случаях, если мы знаем, вот у нас П4, он может собраться, например, в П7, один атом отщепить. Он может в П5 перейти. Там отщепится, например, четыре атома еще фосфора. Ну, то есть он может различные вот структуры образовывать, но наша задача — сохранить все атомы фосфора и сделать конверсию, например, из П4 с практически количественным выходом, то есть близким к 100%. Потому что это, опять же, если мы говорим о зеленой химии, это называется атомэкономные процессы, где у нас не происходит потери атомов для образования побочных продуктов. Важно, чтобы все исходное соединение перешло в полезный нам продукт, который мы хотим получить. И вот задача как раз вот Айрата именно разработать этот метод, раскрыть тетрайдер белого фосфора, профункционализировать его и получить конечный продукт, который нужен для человечества. Айрат, я правильно понимаю, что если твои исследования и когда, точнее, даже я почти уверен, что у вас все получится, точнее, я уверен, ваше исследование выдает практическую плоскость, то ряд крупнохимических заводов, которые сейчас производят фосфорные соединения, тоже пойдут под снос. Я думаю, что они не пойдут под снос, они скорее пере... Ну, установки их, используемые хлора... Да, да. Ну, в целом, желательно отказаться от хлора как реагента в этом процессе. То есть и сотрудники этих заводов не будут получать больше молоко за вредность, поскольку вредность... Ну, там вредность самого белого фосфора тоже существенна, поэтому так-то надо... То есть молоко сохранится? Молоко, да, я думаю, да. Но они будут, я думаю, получать роялти, если мы сможем совместно реализовать это на промышленном уровне. Ну, это понятно, что эти ребята будут очень богатыми людьми. Так. Еще что у нас помимо фосфора белого и черного, ваша лаборатория с точки зрения разработок, связанных с зеленой химией? Ну, у нас еще есть достаточно много направлений, которые мы как бы уже традиционно развиваем. То есть это направления, которые связаны с созданием новых типов металлокомплексных катализаторов для разных процессов. Мы на настоящий момент уже дошли до такого... Ну, не дошли до такого, то есть разработали такие системы, которые позволяют нам, например, селективно получать такие исходные компоненты для нефтехимической промышленности, которые на настоящий момент очень сложно получить, так скажем, в обычном химическом процессе и которые являются очень сильно востребованными. Ну, вот, например, у нас недавно вышел патент, буквально вот в конце августа, который связан, ну, где мы запатентовали катализатор, получение бутена-1. То есть это димерэтилена, но сложно объяснять это как бы обычным таким путем. Но это, так скажем, такое производное, которое используют для получения вот различных смазок, синтетических моторных масел, либо других, ну, как бы используют в качестве сомономера при получении различных марок полиэтилена. Это как одно из таких вот крупных направлений. И в рамках этого направления мы тоже модифицируем и создаем новые катализаторы, которые, так скажем, не имеют аналогов в мировой практике, но являются очень эффективными вот для таких вот химических процессов. А в чем зеленость-то? Зеленость в том, что эти системы, они позволяют избежать определенных типов активаторов. То есть это в промышленности есть определенный тип активаторов. Это пожароопасные алюминийорганические производные. Потому что, ну, если вдаваться там немножко в механизм этого действия, нам нужно такое, так скажем, органическое производное, которое является очень нестабильным, соответственно, очень пожароопасным в ряде случаев, вот, которое позволяет на металл посадить органическую группу. Зачем нужно сажать органическую группу, привязывать к металлу? Для того, чтобы возник вот этот вот, каталитически активная частица возникла, и которая, когда молекула, ну, мономеры, ну, это сложно, наверное, объяснить вот простым путем. То есть, чтобы придать каталитическую активность. Сейчас я пытаюсь объяснить, помочь вам, чтобы вы объяснили. Какие заводы закроются после того, как эта технология... Ой, я не хочу там говорить про заводы, потому что это рабочие места, это... Почему? Там появятся новые рабочие места, они просто перепрофилируются. Ну, вот, как тоже заводы перепрофилируются. Ну, наверное, заводы, которые на настоящий момент работают с такими вот типами катализаторов, как еще катализаторы циглероната, которые еще открыты были до 50-х. Как-то нашим зрителям ничего не отговорили. Само название завода. Которые были открыты, так скажем, еще в середине прошлого. Компания Сигур приготовится там, например. Компания там приготовится. Ну, в том числе, да. В том числе. Ну, что ж. Вот. Есть еще направление такое, у нас достаточно сильно развивается по кремниевым производным, у нас тоже был очень большой контракт с Министерством образования, вот, и с заводом Казанский завод синтетического каучука КЗСК, вот, но там мы разрабатываем уже платиновые катализаторы. Там немножко другая история, она, как бы, может быть, заслуживает такого отдельного обсуждения. То есть, суть вашей работы. Вы берете самый дешевый, ну, относительно дешевый материал, самый распространенный материал. Путем молекулярного волшебства, ну, поскольку для большинства, в общем, для наших зрителей то, что вы занимаетесь, это волшебство. Вот. Вы раскрываете связи, меняя их, вы создаете новые производства, которые исключают вредность, исключают использование дорогих исходных материалов, вредных исходных материалов, правильно, для производства. И в этом суть того, что мы называем зеленой химией, которая вот в нашей студии сейчас представлена вот этими прекрасными молодыми людьми и их научным руководителем. Я, конечно, еще раз повторюсь, я бы очень хотел увидеть такой прототип автомобиля. Пускай собранный на коренках, пускай он будет некрасивый, пускай он проедет 10 метров пока. Но для успеха любого дела нужно, чтобы это впечатлило. Впечатлило тех людей, которые, в общем, не понимают, как раскрывать молекулярные связи у фосфора. Они слов таких не знают, как и я, на самом деле. Когда вы мне говорили, в некоторых местах я просто понимал, что я не понимаю, о чем вы говорите. Но вот этот, и точно так же, как, условно говоря, самолет братьев Райт, который взлетал для зрителей, которые смотрели обыватели, для них это было что на Божьей благодать взлетает, что на подъемной силе крыльев, потому что для них это примерно одно и то же было. Вот давайте эту благодать, покажите нам, и я говорю, у вас точно пойдет все. Просто потому, что это впечатлит всех. Вот кружку залили в бак, вот она поехала. На этой оптимистичной ноте мы завершаем нашу программу. Я еще раз представлю наших гостей. Это профессор Ран, доктор химических наук, руководитель Центра гомогенного катализа Института химии имени Бутлера Казанского федерального университета. Яхфаров Дмитрий Григорьевич. И его сотрудники его лаборатории, сотрудники его Центра, аспиранты Айдар Кучкаев и Айрат Кучкаев. Я журналист Рустам Вафин. До свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин